Здорово народ, с вами Варчик, карта оверлорд. Казалось бы, тут проблем полным-полно, связанных с пляжем. Если вся команда туда едет, а сверху никого не остаётся, то всё, беда. Потому что те, кто уехали на пляж, они в бою участвовать очень долго не могут. Пока они там внизу барахтаются, потом долго не могут выехать. Но есть ещё одна такая вот вещь, которую я заметил, сразу же исправил её в своей игре. И спешу поделиться с вами. Итак, карта оверлорд. На низ у нас едет несколько тяжей. Вначале мы ждём инфу о том, сколько врагов поехало вниз, или сколько играет на центре. Я подъезжаю на центр и вижу, что союзников у меня на центре почти нет. Поэтому я разворачиваюсь и отъезжаю назад за этот большой вот бункер, фигункер, как он называется, мне всё равно. И за ним я буду проводить практически весь бой. Почему я так сделал? Казалось бы, я на центре нахожусь, подсвечиваю там, типа с ЛТшками, а сзади куча танков меня прикрывает. Мне нечего бояться. Но на самом деле, оставаться там, впереди, где ЛТшки сейчас, мои катаются, очень опасно, поскольку я там сдохну. Поскольку там простреливается с того же самого центра сбоку через куст, очень хорошо, мне от башни можно накидывать. Плюс ещё арта туда закидывает, меня там почти ничего не прикрывает для арты. Да и, в принципе, танки могут мне туда вражески упасть через холмик и просто меня там убивать. Мне союзники на самом деле там не помогут. А вот здесь, где я нахожусь сейчас, я более защищён от арты. Плюс ещё врагам сюда доехать будет крайне сложно. И если они сюда доедут, союзники мне точно помогут, потому что они сами тоже будут очень близко и от башни сзади смогут накидывать по врагам, которые на меня упорятся. Но враги даже вряд ли сюда упорятся, потому что они тупо забоятся, да и сюда неудобно уже выезжать, будет очень тяжело, сложно. В то время, как если бы я стоял, где я приехал в начале возле ЛТшек, впереди там на Е8, в том квадрате, где стандартно стоят в основном все, если бы я был там, я бы уже сдох. Под артой, от башни меня бы сбоку убивали, да и, в принципе, можно было бы завалиться мне туда в канаву и просто убивать. Вот такие вот дела. Я сразу же это заметил, что союзники на самом деле с угла карты там сзади с красной линией не особо там мне помогут. Поэтому я перестал на них там надеяться. Поэтому эта позиция в разы лучше, эффективнее и полезнее. Да, я тут буду аккуратно весь бой дефиться, но почему так происходит? Потому что много кто поехал вниз, много кто поехал на красную линию. На центре можно играть, если там много союзников. Но союзников там что было, две ЛТшки? Ну, две ЛТшки никак безопасности не внушают. Ни помощи никакой, ничего. Это просто две помоечки, которые просто там катаются и всё. А какого-то серьёзного там танка от союзников, танка, который мне поможет, там не было. Вот такие дела. Поэтому, если у вас происходит такая же ситуация, что на центре почти никого нет, а сзади всё-таки на красной линии кто-то да есть, то можно отыграть от этого бункера. Но если и сзади вас никто не прикрывает, то скорее всего придётся ехать чуть ли там не до своей базы и где-то там в канавке жить. Но такое случается очень редко, чтобы даже на красной линии никого не было. Но иногда у меня там буквально один-два боя за всё время на оверлорде было такое, что союзники вообще полностью все поехали на пляж. Это, конечно, бредятельно полнейшее. Пляж можно разыграть нормально, но такого не бывает почти никогда. Во-первых, в пляж нужно быстро проехать, и после того, как вы быстро проехали пляж, вам нужно быстро подняться наверх. Но даже после того, как команда поднимается с пляжа наверх по одной из дорожек, она вряд ли поедет куда-то нагло помогать, поскольку они просто забоятся. Каждый выезд из канавки с пляжа, если вы посмотрите на карту, это просто выезд в поле. Поэтому в целом, если грубо говорить, поездка на пляж вообще не имеет смысла никакого. Да, развод и палка стреляет, и там можно что-то сделать, и подумать, что ты решил бой, но по факту, если ты туда не поедешь, то пользы будет больше. А если вообще туда не ездить на пляж, то это просто будет гениально, поскольку та команда, которая поехала на пляж, она будет долго оттуда выезжать, долго будет не приносить пользы, и все это будет долго и печально. Такие вот дела. У меня был бой, где я поехал на центр с этого же респа, и на центре там поиграл, союзников там было немного, сзади на красной линии меня вроде бы прикрывали, но убить меня было там крайне легко. Поэтому следите за ситуациями в боях, делайте выводы. Не надо кричать там типа, ой, картошечка подгрузила мне поражение, или там все союзники говно. Раскрою вам секрет, почти все игроки в этой замечательной в ротовый танкс, они играют крайне плохо. Поэтому на кого-то там что-то надеяться, просто нужно делать выводы. Вот я сделал вывод, что впереди стоять невозможно. Ты просто там умрешь. А если ты умираешь, значит пользы ты никакой не принесешь. Но зато, отдефившись сзади, за этим бункером, я принес пользы в миллион раз больше, чем если бы здесь, где я сейчас еду, я бы сдох в ноль. Я много подсвечивал, много настреливал, делал киллы, сдерживал врагов. Они не смогли проехать до красной линии. Если бы меня там не было, они бы продавили до красной линии, порезали бы всю арту, СТ-шек, ПТ-шек, которые там сидели. И в принципе поехали бы с нашей базы сверху вниз или с горы убивать, или давить просто наших чуваков, которые находятся на пляже. И все, этот бой закончился бы давным-давно, если бы я не засейвился там и не выживал, и не делал очень много полезного за тем бункером. Вот, казалось бы, простой и простецкий вывод. В одном месте плохо, значит нужно найти место, где лучше. И подумав головой, его было найти крайне легко. Вот, в принципе, все. Такие вот выводы по карте Оверлорд. Очень много простых, полезных решений можно придумать, если просто подумать головой. Поэтому пользуйтесь головой, моими советами. Играйте красиво. С вами был Варчик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok